привет друзья во всех комнат тут и есть сегодня но я вам хотел записать ролик поэтому я решил сделать это прям с улицы погода отличная почему бы и нет сижу на лавочке и записываю итак я вам много чего хотел сказать во первых меня просили дать прогноз на материал ливерпуль финал лиги чемпионов я не делаю прогнозов до матчей на футбол ну окей просто так можно сказать от балды я вам готов его дать на этот финал чисто такая лотерейная ставка но отчасти потому что много очень забивает в лиге чемпионов и почему финала тоже не быть результативно мне кажется что тотал больше трех мячей вполне можно взять коэффициент 169 да можно подумать что финал будет закрытый прагматичный но мне кажется что такие команды закрытый футбол играть не будут так что по моему вполне хороший став можно поставить даже тотал больше трех с половиной за 2 и 2 такие коэффициенты мне дает в марафоне но прогноз от меня именно такой тотал больше трех теперь хотел вам немного похвастаться смотреть какие у меня коэффициенты сегодня проходили в марафоне 130 вот один коэффициент 3 еще один коэффициент 3 и очень был близок коэффициент 15,5 чтобы пройти поставил я всего 30 рублей на человек который проигрывал 0,3 по партиям он сравнял 3,3 я уже думал все сейчас поделюсь с вами как клево зашел коэфф 15,5 но нет последнюю партию он начал проигрывать 1,6 я забрал небольшой плюс но все равно было очень все близко факт в том что не всегда я ставлю далеко не всегда как вы многие думаете на 1,023 на 1,032 и так далее то есть бывают и такие коэффи теперь что еще хотел рассказать с многобитным счетом сейчас у меня 54 тысячи вы знаете что я оттуда снимал 10 тысяч начал с них подниматься немного уже поднялся сейчас отдал 54 а на счету в марафоне у меня сейчас около 13 тысяч кроме того еще 3,5 тысячи зависли в заблокированном киви о чем я рассказывал в прошлом ролике неизвестно удастся его разблокировать или нет документы я уже отправил не исключаю что это действительно может быть связано с тем что я имею долги все таки киви был верифицированный возможно его и поэтому заблокировали возможно почему то еще дождемся ответ от службы поддержки в любом случае сумма там была небольшая в любом случае я буду переходить на скрилл совсем скоро сегодня вечером я уже закажу карточку за 10 евро которая в течение месяца придет и все я буду выводить уже туда чтобы не связываться больше ни с какими службами безопасности наших банков а пока я буду вводить на другой киви просто который мной не идентифицирован что еще хочу сказать а ну брату я действительно деньги выведу выведу в понедельник у него день рождения в понедельник думаю где-то сумма будет 5-6 тысяч вы все равно скажет что это мало да я его знаю я выведу действие скажите что действие не 20 выведу 20 вы скажете что 20 они 30 вот я так решил около пяти тысяч там думаю будет естественно потом будет больше со временем потом после того как я выведу на 5000 я уже определенную сумму дам и маме через пару дней все по плану все идет нормально в нс 60 тысяч будет уже через несколько дней буквально так вот это бумажки написал что еще нужно вам сказать случай с мегафона вам хотел рассказать один однажды у меня внезапно со счета пропали 10 рублей с телефона я позвонил в чем дело куда они делись мне сказали ой сергей венч извините пожалуйста возникла ошибка течение недели деньги вернутся к вам на счет вы не переживайте вот прошла неделя даже полторы ничего не вернулось я в ярости можно сказать звоню говорю в чем дело где мои 10 рублей офигели что совсем знаете что они мне ответили ой извините пожалуйста извините за недоразумение мы приносим вам искренне наши извинения и в качестве компенсации мы вам кладем сейчас на счет 100 рублей действительно положили так вот благодаря 10 рублям сперт у меня со счетом у меня появилось 100 рублей такой вот случай из жизни но и про льва хотел сказать мне один человек написал может даже не один ты что там какого-то школьника разводишь на бабки остановись как тебе не стыдно мол друзья во первых у нас не близко 32 они 5 0 если что он у меня тоже выигрывал я тоже попадал на бабки это раз во вторых хоть ему или там надо меньше чем мне он все-таки вполне самостоятельный принимает решение сам и на самом деле он и ставит суммы тоже подчас и пять раз крупнее чем я так что в общем для него эта потеря была не очень значительно я так понимаю в любом случае решать ему так что не переживайте с ним все у него в порядке ну и последнее что я хочу сказать это может быть вы смотрели матч фишкова с аккарин а те кто не смотрели я сейчас вас к нему отсылаю смотрите на этот ролик очень беспокойная фишкова как отреагировала на неправильное судейское решение ну а я на этом с вами прощаюсь пока и 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